Добрый день, НРБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. С вами Маргарита Кафарова. В Башкортостане могут реализовать более 20 проектов в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщили в Минэкономразвитии региона. Общий объем инвестиций составляет 40 миллиардов рублей. Инициативы направлены на создание спортивной инфраструктуры, школ, детсадов, больниц, клиник и объектов ЖКХ. На сегодняшний день в республике реализуются 12 таких проектов на 39 миллиардов. Это очень много для региона, даже для такого большого, как Башкортостана. И понятно, что это результат, во-первых, хорошей работы правительства, которое может собрать это ГЧП. Потому что там же главное доверие, да? Ну хорошо, власть возьмет деньги, а реализует ли она проект? А во-вторых, это способность тоже власти Башкирии использовать федеральные ресурсы. На сегодняшний день самый крупный проект в республике, который реализуется по концессии строительства восточного выезда из Уфы. Объем инвестиций оценивается в 33,5 миллиарда рублей. Госсобрание предложило выплачивать семьям по 15 тысяч рублей на сборы в школу. Парламент поддержал соответствующие инициативы депутата Вячеслава Рябова и внес законопроект в Советы законодателей. Предлагается выплачивать деньги ежегодно накануне нового учебного года на каждого ребенка. Финансовую поддержку смогут получать родители, опекуны и попечители детей. Закон может вступить в силу с января 2023 года. Кроме того, проектом закона предусматривается ежегодная индексация. Мы считаем, что данная норма облегчит нашим гражданам финансовые затраты на сбор детей в школу. Численность школьников в 2023 году в стране оценивается примерно в 19 миллионов человек. Если за получением выплат обратятся все имеющие на нее право родители, то дополнительные расходы федеральной казны составят 282 миллиарда рублей в год. Их должны будут учесть при подготовке трехлетнего бюджета. Аналогичные инициативы в сентябре в Совет законодателей внесли парламенты Татарстара, Оренбуржской области и Вологодской области. С выше 84 миллионов рублей получит Башкортостан на модернизацию первичного звена здравоохранения. Поддержкой смогут воспользоваться медучреждения, расположенные в селах, поселках городского типа и в малых городах. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин. Самый крупный транш направят в Свердловскую область. Более 400 миллионов рублей. 243 миллиона получит Камчатский край, 190 миллионов – Тверская область. Финансирование получат 46 регионов. Всего из федеральной казны выделят 3 миллиарда рублей. На эти деньги закупят более полутора тысяч медооборудования, в том числе УЗИ и рентгенаппаратов. Часть средств пойдет на закупку и монтаж более 20 быстровозводимых модульных конструкций, где затем разместятся врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, федеральное финансирование поможет капитально отремонтировать 90 медицинских учреждений. Башкортостан получит 28,5 миллионов рублей из федеральной казны на расходы по соцконтрактам. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров. Всего на эти цели правительство распределит по регионам 3,5 миллиарда рублей. Таким образом, с учетом республиканских средств, общий объем финансирования на этот год составит 613,5 миллионов рублей. С января в Башкортостане заключили 4800 соцконтрактов, по ним выплачено около полумиллиарда. В правительстве Российской Федерации утверждено распоряжение о выделении дополнительных средств в размере 3,6 миллиарда рублей для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. Таким образом, максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей увеличился до 350 тысяч рублей, а для граждан, которые ведут работу в подсобных хозяйствах, в личных до 200 тысяч. Премьер-министр также отметил, что в республике около 19 миллионов рублей направили на поддержку предпринимательской инициативы безработных граждан. 126 авторов бизнеса идей смогут получить субсидии в 153,5 тысячи рублей. На реализацию проектов по созданию комфортной городской среды в республику из федерального бюджета направили 724 миллиона рублей. Благоустройство восьми общественных пространств завершат в конце октября. Об этом сообщили в Минжекаха республики. Средняя готовность объектов 68%. Почти завершили работы в Благовещенске, Довлеканово, Сибае. Самое большое отставание от сроков в Училах. Также в этом году начали реализацию шести проектов победителей конкурса 2021 года. Объем привлеченных федеральных средств на их реализацию составил 540 миллионов рублей. Реализация этих проектов также осуществляется в два этапа. Первый этап – в текущем году основные работы за счет средств федерального бюджета. Второй этап – в 2023 году за счет средств республики Башкортостан установка малых архитектурных форм и озеленения. В числе этих проектов улица Мастеров в Бирске, благоустройство проспекта Ленина в Туймазах, набережной реки Ашкадар в Стерлитамаке и другие. Напомню, в этом году пройдет дополнительный конкурс проектов на создание комфортной городской среды для городов с населением до 200 тысяч жителей. От республики в нем примут участие шесть городов. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро дешевеют. Американская валюта на 10 копеек до 57 рублей 99 копеек. Евро подешевело на 54 копейки. Курс – 55 рублей 92 копейки. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Финам за 63,56. Продажа в Freedom Finance за 65 рублей. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Freedom Finance за 63,30 и продажа в Райфайзенбанке за 64,50. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК. Всего хорошего.